А почему вы так уверены? Ну, трудоответственно. Ну, вот как я, я же тоже так же практически изучал, прежде чем думал, а, может быть, вот ислам, там, истина, да, вот, ну, потому что они же отличаются, по-другому говорят, вроде, хвала ему, и, вот, может, еще где-то что-то там, еще, вот, да, вот, кришнаиты, там, буддисты, еще кто-то, вот, и я вот, когда услышал, что именно только Иисус Христос, хвала ему, умер за меня, то есть, логически, даже юридически, получается все верно. Есть преступление, как Достоевский говорит, есть наказание, смерть, вечный ад, да, за мое преступление. Как избежать этого наказания за мое преступление? Нужно, вот, юридически, чтобы, возможно, у нас даже есть такое, да, что выкуп, кто-то за меня выносит выкуп, и я выхожу из тюрьмы, из этого вечного ада. Кто за меня внесет выкуп? Богу ничего не нужно, ему, он сам установил, по-моему, что ему нужно, он говорит, око за око, зуб за зуб, то есть, я совершил преступление, я должен умереть, все. Он так установил, то есть, преступление заглаживается, грех только пролитием крови, то есть, смертью. Причем, после смерти, вечный ад, все, меня больше ничего не ждает. Поэтому, вот, как я уже повторюсь, да, за меня никто не может поместить из людей, это наказание, пролить кровь, потому что он должен каждый за себя пролить кровь, за свои преступления, за свои ошибки, за свои грехи. Вот, поэтому Бог, хвала ему, так нас любит, что он отправляет сына своего единственного, на котором нет греха никакого. И он тогда может умереть за меня, за вас, и он умирает за всех людей. Вот, то есть, это вот самое... За мусульман-то он не умирает. За всех абсолютно людей умирает. Просто, только действует, он поясняет еще дальше свою жизнь, своими словами, в разных местах, вот, то есть, как бы, своей жизни, он поясняет, каким образом надо достигнуть, чтобы его искупительная жертва повлияла на меня, как искупительная. Вот, кто он поясняет? Иисус Христос. Откуда это известно? Кому он это сказал? Апостолам. Апостолы записали и нам передали. Вот, это, опять же, апостолы говорят, что он им так сказал, да? А может, он так им не сказал. Они взяли и сами написали, да? Просто видно по жизни, простите, не знаю, переговорила, по жизни Иисуса Христа видно, что вот те заповеди, как говорят, закон, да, который записан апостолами, он же Иисус Христос, хвала ему, выполняет. То есть, вот это вообще идея, да, вот Иисуса Христа, как вот говорил ученый, даже если его не было, то я преклоняюсь перед этой идеей, и я готов поклоняться только такому Богу, а никакому другому, который там требует, все там, сделайте так, иначе там не попадете в ад, но сам этого не исполняет. То есть, он как бы на себе это не испробовал, тот же закон, который нам дает. То есть, именно в христианстве, вот в Евангелии записано только самый высокий закон любви именно. Не просто требование, да, вот как юридически, там, вот, око за око, ну, то есть вот это, а именно любовь. То есть, несмотря на то, что я сделал преступление, я за эти преступления не должен буду быть наказан. Почему? Только благодаря Иисусу Христу. Вот, 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 мы пришли к тому, что, возможно, вам не понравится то, что я скажу, но, на мой взгляд... А зачем вы это говорите? Ну, раз мы уже с вами говорим, это немножко противоречит вашим взглядам. А, ну, и противоречит, конечно, сейчас так. Да, я же не ругаться, ничего не хочу, просто это не в том разрезе, я это вижу, в каком видите вы, поэтому я хочу вам сказать. Вот, возникновение самого христианства. Христианство возникло в среде рабов Израиля, правильно? Нищих, бедных, неживных, ослабленных, у которых не было ничего, им нужно было душевное успокоение. Они должны были хоть что-то в этом мире видеть светлое, иначе им вообще труба. Нашелся человек, вот, Иисус Христос ли он, или, как вы говорите, это легенда, его надо было придумать. Ну, допустим, вот, действительно, такой человек живой был, который реально вот эти все мысли в голове держал. Вот такой гений, он вообще, самоотверженный гений, который был крайне, ему ничего не нужно было. Он, у него душа болела за всех людей, и он, чтобы вот этим людям помочь, бедным, несчастным, им сказал, ребята, вот, жизнь такая сейчас у вас тяжелая, плохая, все, но, кроме этой жизни, есть другая жизнь, загробная. И вот то, что вы сейчас плохо себя чувствуете, вам плохо, то вы за это будете потом хорошо себя чувствовать в загробной жизни. Вот это дало вот этим несчастным рабам, людям, одно, цель, смысл жизни. Иначе всю жизнь в рабстве жить и умереть рабом, ничего не видя впереди, это страшно для любого человека, да? А вот христианство дало этим людям возможность мыслить, думать, надеяться на что-то лучшее.